Здравствуйте, я Олег Рожков. Прямо сейчас главные события дня в программе «Область новостей». Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В атмосферу празднования Дня Учителя окунулся Дмитрий Шапкин. Чтобы быть хорошим педагогом, необходимо любить собственную профессию и те, кому ты преподаешь, говорят учителя. В этом году ряды Тамбовской школы пополнили около 300 молодых специалистов, которым еще предстоит научиться о заммастерства у тех, кого сегодня честуют в этом зале. Поиски новых форм и вечное стремление учиться. С каким настроением молодежный театр открывает свой юбилейный сезон, расскажет Елена Хромова. Этот год для Тамбовского молодежного театра особенный. Он отмечает свое десятилетие. Сезон обещает быть ярким на события, интересным и гостеприимным на встрече, а также вкусным и отчасти экспериментальным на репертуарное наполнение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром было парализовано движение на центральных магистралях города. Сотни тамбовчан опоздали на работу. Виной всему бесхозная коробка. В переходе бдительные прохожие обнаружили, как им показалось, подозрительную коробку с проводами. Люди немедленно вызвали полицию. На место выехала оперативно-следственная группа. Место отцепили и провели все необходимые мероприятия. Как сообщили в УМВД региона, в коробке оказался мусор. Жизни горожан ничего не угрожает. Движение автомобилей и общественного транспорта в центре восстановлено. Так называемые наливайки. Пятейные заведения, расположенные в зоне жилой застройки, своей сетью буквально оплели города области. Сегодня тамбовщина присоединилась к компании по исследованию общественного мнения. Что делать со злачными местами? Пакет предложений в федеральный центр направят и местные эксперты. Какие ограничения в работе наливаек могут возникнуть вскоре? И что думают об этом тамбовчане? Узнал Павел Юрасов. В 26 точках областного центра сегодня прошли пикеты сбора подписей. Волонтеры выясняли настроение тамбовчан, а также интересовались точными адресами домов, жителям которых маргинальные посетители наливаек не дают покоя. Не нужны они в нашем доме. В Советской 85 у нас вон открыли какое-то пивко. Мы против этого. Доставляют неудобства, шумят. Пока нет, они только открылись, еще пока ничего не было. А что дальше будет, не знаю. Без них все равно не обойтись, конечно, но все это должно быть очень упорядочено. То есть должны быть определены места, где можно продавать. Во всяком случае, на первых этажах домов они быть не должны. Центр Тамбова от засилия так называемых наливаек пострадал в меньшей степени. Но если двигаться в сторону периферии, можно увидеть вот такую картину. Это всего лишь несколько кварталов северного района Тамбова. А что не дом, то шинок, кабак или таверна. О том, какие конкретные меры можно принять для ограничения безответственной продажи алкоголя, сегодня задумывалось и экспертное сообщество региона. Круглый стол собрал депутатов, представителей контрольно-надзорных органов, общественной палаты и префектур, юристов и правоохранителей. Все региональные предложения направятся в Госдуму ко второму чтению недавнего законопроекта. Регулирование алкогольного рынка происходит только на федеральном уровне. Собственно, как раз сейчас в Государственной Думе в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в так называемый алкогольный закон, который и позволяет ввести регионам самостоятельные нормы, либо запрещающие в каких-то регионах с учетом специфики, либо ограничивающие деятельность таких заведений. Наливайка термин не юридический, поэтому первым шагом будет определение точных критериев. Во-вторых, деятельность подобных заведений в многоквартирных домах должна подчиняться решениям общего собрания собственников квартир вплоть до закрытия кабака. Мы должны заботиться о здоровье нации, и чтобы вот этих псевдо-кафе было гораздо меньше. В шаговой доступности должны быть социальные объекты. Это продовольственный магазин, но не вот, как я уже сказала, псевдо-кафе с одной единственной функцией. После сбора предложений от регионов законопроект с большой вероятностью будет принят на федеральном уровне еще до Нового года. Павел Юрасов, Николай Иванов, Михаил Мальцев, Анна Мусатова, Область новостей. 7 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции удалось изъять полицейским Тамбова. Оперативники накрыли сразу две точки с нелегальным оборотом спиртного. На улице Менделеева в местном гаражном кооперативе полицейские задержали мужчину на грузовом автомобиле, в кузове которого обнаружили нелицензированный алкоголь. В гараже рядом двое подельников хранили еще одну партию спиртосодержащей продукции. В общей сложности улов полицейских из автомобиля и гаража составил 5 960 бутылок водки разных наименований и 500 литров спирта в канистрах. Изъятые образцы алкогольной продукции были направлены на исследование ВКЦ МВД России по Тамбовской области. Согласно заключению эксперта, данная жидкость была признана спиртосодержащей, то есть алкогольной продукцией. Соответственно, с тем, что на данной алкогольной продукции нет ни акцизных марок, ни сопровождающих документов, она является контрафактной. Кроме точки на Менделеево, полицейские обнаружили еще одно хранилище паленого алкоголя в поселке Строитель. Оно также принадлежало задержанным. Оттуда было изъято более полутысячи бутылок со спиртным. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении дельцов к ответственности. Педагогов школ, вузов и колледжей, а также воспитателей детских садов сегодня с профессиональными праздниками поздравили в Тамбовском драмтеатре. На праздник собрались несколько сотен специалистов со всей области, лучших из которых наградили почетными грамотами, нагрудными знаками и благодарственными письмами. В атмосферу праздника окунулся Дмитрий Шапкин. Она улыбается на сцене, получая заслуженную награду, диплом и нагрудный знак «Почетный наставник Тамбовской области». За плечами Елизаветы Ульевой 38 лет работы учителем. По ее словам, главная задача педагога – любить свое дело и стараться стать детям настоящим другом. Для учителя главное, что их достижения в будущем. И когда мы видим, что они выросли и стали настоящими людьми, пусть и учились плохо, это уже достижения. Школа – это не только учеба, это рост человека. Мы выращиваем человека, и если они становятся настоящими людьми, это наша награда. Сегодня в регионе, в школах, вузах, техникумах и детских садах трудится 15 тысяч педагогов. В зале несколько сотен из них. Поистине цвет Тамбовской интеллигенции, которая, к слову, постепенно молодеет. Например, Инна Поминова в школе всего два года. Работа нравится, даже когда сталкивается с трудностями. Ведь так интереснее познавать собственные возможности и помогать ученикам, признается учитель. Нравится с ними работать, потому что каждый ребенок по-своему особенный. Каждый может что-то уметь, а что-то не умеет. И когда учителя приходят работать в школу, значит, они сталкиваются со многими проблемами, но все проблемы решаемы. В этом году на сцене драм-театра награды получили более 30 педагогов. Грамоты и дипломы вручили победителям конкурсов лучших учителей России, специалистов, подготовивших региональный этап конкурса WorldSkills, лучших педагогов-методистов, наставников и воспитателей детсадов, а также победителей региональных премий. Чтобы быть хорошим педагогом, необходимо любить собственную профессию и тех, кому ты преподаешь, говорят учителя. В этом году ряды Таммовской школы пополнили около 300 молодых специалистов, которым еще предстоит научиться о заммастерства у тех, кого сегодня честуют в этом зале. Как отмечают специалисты, интерес к педагогическим специальностям в регионе растет год от года. Например, минувшим летом у поступающих на педагогические специальности повысились показатели ЕГЭ, а конкурс на места в вузах вырос в полтора раза. Поддержку оказывают и молодым специалистам, которые активно внедряют различные инновационные подходы в работе. Современные технологии приходят в школу, но проводником этих технологий, безусловно, является учитель. И я абсолютно убеждена, что ничто, никакая технология никогда не заменит учителя в деле воспитания, духовно-нравственного становления выпускников. Поэтому профессия учителя вечно. В планах у власти региона омолаживать педагогический состав, приглашать в школу и вузы перспективных учителей, которые готовы учиться у старших наставников и обеспечить преемственность поколений. А еще обещают поддержать материально, в первую очередь, сельских педагогов. Со следующего года для них заработает программа «Земский учитель», которая позволит получить сельским учителям солидные подъемные в размере 1 миллиона рублей. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Олег Щербаков. Область новостей. Лучший многофункциональный центр. Название всероссийского конкурса, который проводится на территории страны с 2014 года. Тамбовская область ежегодно становится участником этого события. И сегодня в областном центре объявили имена победителей регионального этапа. На участие в региональном конкурсе в администрацию области поступило 23 заявки в номинации «Лучший МФЦ», 24 в номинации «Лучший универсальный специалист» и 11 заявок в номинации «Лучший проект МФЦ». Звание лучшего многофункционального центра завоевал коллектив МФЦ Ржаксинского района. Для нас, прежде всего, это было неожиданным. Почему? Потому что мы считаем, что все коллективы МФЦ нашей области, они очень профессиональные. И мы сами многому у них учимся и перенимаем у них опыт. И поэтому вот такой результат нас несколько удивил, но и обрадовал. Потому что наш коллектив достаточно слаженный. Все специалисты наши стараются. Они повышают свой профессиональный уровень регулярно, систематически, для того, чтобы качественно оказывать услуги населению. Победители регионального этапа теперь будут отстаивать честь области уже на всероссийском уровне в соответствующих номинациях. Главная цель конкурса – поиск лучших региональных практик организации деятельности МФЦ и их дальнейшее развитие. В Уваровском детском саду «Теремок» с начала сентября работает коррекционный центр, в котором малыши с инвалидностью забывают о своих недугах. Благодаря участию в госпрограмме «Доступная среда» дошкольное учреждение смогло отремонтировать несколько помещений и создать настоящую безбарьерную среду для маленьких воспитанников. Изменения оценил Дмитрий Шапкин. Наверное, только специалист определит, что она нормально слышит совсем недавно. Маленькая Людмила появилась на свет с тугоухостью, которую смогли побороть всего полтора года назад. Девочки установили кахлеарный имплант. Чтобы научить ее общаться, поначалу родители были вынуждены ежедневно возить малышку к специалистам в Тамбов. Прогресс стал заметнее после того, как мама привела ее в «Теремок». У нее очень большое достижение, на мой взгляд, что было и сейчас. То есть у нее уже мини-фразы «Мама, дай пить», «Мам, пошли гулять». То есть такие мини-фразки уже пошли. Это очень большая заслуга, я считаю, и наш, как родители, и педагогов. «Теремок» сад не совсем обычный. Его педагоги в какой-то момент задумались о помощи детям с инвалидностью. Четыре года назад сад принял участие в региональном проекте «Повышение значений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в Тамбовской области». А уже через несколько месяцев заявились на госпрограмму «Доступная среда», в рамках которой получили господдержку. Наш педагог-психолог обзвонил всех родителей. Мы пригласили их к нам в учреждение. Но для того, чтобы мы были очень доступны, нам, естественно, надо было что-то переделать, оборудовать те же самые пандусы. И в 2018 году нас обрадовало управление образованием и сказали о том, что нам выделяется федеральные 728 тысяч. Работа закипела сразу. Участие в первой программе позволило отремонтировать стоянку для колясочников, уложить новый ровный асфальт. «Доступная среда» потребовала серьезных изменений как внутри, так и снаружи здания. Например, в единической комнате установили раковину и унитаз со специальными поручнями. Расширили дверные проемы. А на стенах коридоров уже в ближайшее время повесят вот такие указатели. Как говорят педагоги, госпрограмма помогла сделать жизнь ребят с инвалидностью в детском саду более мобильной. Например, вот на таком кресле ребят довозят до специальной детской площадки, которая полностью адаптирована под их возможности здоровья. Вокруг нет перепадов асфальта, вести коляску очень легко. Еще интереснее внутри помещений. Например, в кабинете психолога ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата занимаются на специальном тренажере, который тренирует ноги и спину. Пока в центре занимаются шесть ребят с инвалидностью, но педагоги обещают расширение. В специальную адаптивную группу, которая откроет дверь в январе, уже записались девять человек. Дмитрий Шапкин, Дмитрий Наякшин, Олег Щербаков, Область новостей. В Тамбов из Знаменки приехали космические войска. Визит состоялся в преддверии 62-й годовщины со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Личный состав космического арсенала посетил музейно-выставочный центр Тамбовской области. Здесь для молодых офицеров и кадетов провели военно-историческое мероприятие во славу обороны страны. Гостям показали новую экспозицию «Тамбовские космические орбиты». К ее созданию приложили руку офицеры войсковой части. Здесь сегодня и молодые офицеры, и юная армия, и кадеты немножко приобщаются к этому событию с целью дальнейшего их потом развития и формирования в них личности офицеров, защитников Отечества. Мы начали экспозицию открывать с первого искусственного спутника Земли, который сделали макет. В дальнейшем начали отталкиваться от этого и по эпохам и годам начали создавать различные макеты, которые представлены за моей спиной. Это ракетоносители среднего класса. Ракетоносители «Союз ТМА» и сейчас функционируют и выводятся на околоземную орбиту, чтобы доставить космонавтам припасы и пополнить систему жизнеобеспечения. Помимо космической гости посетили и другие экспозиции музейно-выставочного центра. Поиски новых форм, работа с молодыми режиссерами и стремление учиться у лучших театральных коллективов страны – это то, что отличает Тамбовский молодежный театр от других. 4 октября молодежка откроет свой 10-й юбилейный сезон. С каким настроением и готовностью театр встречает своего зрителя, расскажет Елена Хромова. Этот год для Тамбовского молодежного театра особенный. Он отмечает свое десятилетие. Сезон обещает быть ярким на события, интересным и гостеприимным на встречи, а также вкусным и отчасти экспериментальным на репертуарное наполнение. За чашкой горячего кофе на пресс-завтраке Валерий Беляев поделился с журналистами не менее горячими новостями. Откроет театральный сезон уже полюбившаяся зрителями постановка «104 страницы про любовь». От лирики театр перейдет к эксперименту. И уже 12 октября Андрей Боровиков перевернет сознание общественности своим прочтением Шекспира, показав спектакль «Лир предсказания». Это не просто Шекспир, это компиляция, это определенное прочтение, которое подвластно только людям, не знаю, прикоснувшимся к тайнам Таирова, к тайнам Романа Виктюка. Вот это необычайное зрелище. Это не веселое там какое-то площадное действие. Это классический, сложный, драматический спектакль. Коллектив театра как один спаянный кулак. Здесь важен каждый человек, каждый работник. В театральном цехе нет второстепенных ролей и профессий. Декорации, костюмы, бутафория – все это знак качества, индивидуальности, которая присуща ТМТ. Чтобы попасть в эту семью, нужно любить и болеть театром. Это все выстраивалось годами, а закреплялось людьми. Театр, который начинался, действительно, с вешалки, больше ничего не было. Театр, который начинался из ничего, который появился. И вот спустя для театра совершенно небольшой срок – 10 лет. Спустя 10 лет имеет свое здание, имеет своих зрителей, имеет свой репертуар и имеет уже, я надеюсь, какой-то определенный символ из себя представляет для своих друзей, для жителей. В этот сезон молодежка войдет и с обновленной сценической площадкой. Это камерная сцена. Новый интерьер – как глоток свежего воздуха и для актеров, и для режиссеров, которые в последнее время отдают предпочтение малым пространствам. Главным событием этой осени станет фестиваль молодежных коллективов «ВИВАТ-театр». В этом году нет гостевых спектаклей. Все участники в равных условиях. Школьный театр, студенческие, любительские и народные, столичные и провинциальные. У каждого из них появится возможность услышать мнение компетентного жюри и, возможно, поймать свою птицу счастья. Не останутся без сюрпризов и маленькие зрители. Которыми ТМТ дорожит. Многие театры драматические, набрав определенный репертуар, отказываются от качественного исполнения спектакля для детства. На мой взгляд, это большая ошибка. Если мы зрителя не будем рядом держать, вести за руку и показывать ему качественные, хорошие спектакли самому юному возрасту, мы его просто потеряем. И вместо театра этот человек будет ходить в комедий-клуб. За 10 лет молодежный театр обрел опыт и мастерство. Он в вечном поиске и движении. А главное, он не утратил желание творить. Театр по-прежнему интересен зрителю благодаря своему профессионализму и слаженной работе всего коллектива. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Еще больше новостей на нашем сайте tvtombov.ru. А телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните и будьте в курсе событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова